Всем привет! Мы находимся в Тверском заводе вторичных полимеров. На этом предприятии принимают 3000 тонн пластиковых отходов в месяц. И сейчас мы вам покажем, как этому пластику дают вторую жизнь. Мы с вами находимся на Тверском заводе вторичных полимеров. Завод занимается переработкой пластиков различных групп. ПЭТ-группы, ПНД, ПВД-группы. Нам говорили примерно такие цифры. 70% плюс-минус торсырья – это с полигонов, с сортировочных линий. Где-то примерно 20-25% – это какие-то программы сборов торсырья, как убиратор, собиратор, там, не знаю, может, такие проекты. А остальное – какие-то уже волонтерские такие истории. Эти цифры достоверны. Да, все правильно, да. Мы с вами находимся в начале нашей основной линии сортировки, так называемой панель. Вот здесь, за вашими спинами, располагается запас сырья, примерно равный работе этой линии в течение суток, полтора. То есть на панель все вылезает около 80 тонн в бутылке. После того, как машина раздружается на этой площадке, происходит подача ее в линии переработки. На первом этапе с гипа полигона снимается вся обвязка, кроваводка отдельно, бумага отдельно, всевозможные виды пленки, картона, всякие там обвязывающие материалы. Они все раскладываются отдельно и, соответствующим образом, сдаются специализированные организации. Металолом, бумага и так далее. Завод работает с первой группой, с второй группой. Третья группа для нас является засором, четвертая группа – нашим перерабатываем, пятую перерабатываем. С полистиролом тоже пытались работать. поняли, что необходимы некоторые изменения технологий, некоторые снижения переработки, пока к этому не пришли. То есть не готовы менять. Седьмую группу раньше все выбрасывали, сейчас каким-то образом пытаемся ее реанимировать, что-то из нее получить. В принципе, получается, часть продукции седьмой группой также возвращаем. Сергей, можете прокомментировать? Я вижу тут ПЭД, это наш продукт, Милана. ГРАЗ, мы его выпускаем. Насколько вообще пригоден ПЭД-флакон для переработки? Вот такой хип. Он абсолютно пригоден. Мы его, как я уже сказал, отбираем в отдельной партии. И у нас есть несколько клиентов, которые покупают, спокойно они обработают и готовы эти продукты. На данном участке вы сможете увидеть одну из разновидностей конечных продуктов, которые делают из ПЭД-флотных. Данная линия специально предназначена для формирования упаковочной стреп-ленты. Я знаю, стреп-лента бывает из полипропилена. Из ПЭД-пластика, я встречаю, у них есть какие-то лучшие характеристики или хуже, чем полипропилена? Я бы сказал так, они специализируются каждый на своей задачи. Полипропилен, он более гибкий, он более выносливый на излом. ПЭД-лента, она гораздо более высокие нагрузки по разрывной может выдержать, соответственно, более тяжелый грузом можно себе помощью транспортировать. Но на изгиб она ведется гораздо хуже, чем полипропилен. В этом одном биг-беге примерно 600 килограммов крышек передробленных. Вот так они выглядят. И совсем скоро они станут полезным продуктом и будут сделаны новые изделия из них. Но очень часто в крышках есть прокладки. Они или сибоэконовые, или из чего-то еще. Как вы с ними работаете? Про их добрые крышечки длительное время с нами на эту тему общался. Они получали от нас инструкции, каким образом, какие крышки принимать. Поэтому уже там, на этапе приемки, они объясняют, что нужно собирать, а что не нужно собирать. Мы пробовали у себя на линиях переработки каким-то образом с подобным материалом бороться. Каким-то образом, силикон убирать, к сожалению, ничего не получается. Поэтому только сортировка предварительно поступающая на завод. То есть к вам попадают крышки уже без прокладки? Да. И если вы участвуете в проекте Добрые крышечки, тоже убирайте сразу прокладки, потому что в конечном счете волонтеры будут делать эту работу за вас. Заводу 17 лет. В 2005 году организовалось предприятие. Перерабатывали вначале 300 тонн пэта в месяц. Затем взяли планку 700, затем 900, затем 1200 и в конце концов взяли планку и 2000 тонн в месяц. И на заводе на сегодня уже работает больше 400 человек. При этом при переезде на новую площадку мы создадим еще около 100 рабочих мест, будет около 500. Ваша деятельность ценится далеко за пределами Тверской области. Я вот сам из Волгограда и не понаслышке знаю Тверской завода речных полимеров. На вас это сказывается, то, что вы занимаетесь переработкой пластика на вашей деятельности, такой бытовой? Вы по-другому, может быть, смотрите на улице, на эти баки для приема вторсырья? Конечно, мы на все обращаем внимание. Когда ездили в Европу, все время фотографии того, как там это организовано, какие нюансы есть, какие там позитивные моменты можно было взять себе или негативные увидеть. И, конечно, не только я, но и весь завод. У нас уже в голове зашито, что мы все бутылки, которые образуются дома, везем просто на завод, на машинах. Там пленки и другие какие-то отходы полимерные. В России есть большие проблемы с отходами, меньше 10% только отходов отправляется на переработку, как известно. Что бы вы, какую бы инициативу могли предположить или, на ваш взгляд, что должно изменить вообще в системе обращения с отходами, чтобы цифра 10% стала расти и привела нас к какому-то светлому будущему? Все хорошее придумано уже до нас. В других странах нужно просто изучать этот опыт, как опыт конкурентов мы изучаем и внедряем у себя. Здесь все та же самая история. Есть залоговая стоимость тары. Это однозначно приведет сразу к тому, что она с меньшей вероятностью будет валяться где-то. Ее будут собирать, сдавать. Может, когда-то я помню те времена, когда мы сдавали бутылки по 12 копеек стеклянные. Никто, ни у кого не возникало с этим никаких проблем. И второе – это увеличение стоимости оплат за мусор, которые мы, как жители любого города, несем. Должно быть разделение между тем, что мы платим, если мусор не сортируем, если сортируем. Эта разница должна быть значимой такой, которая будет болеть, если кто-то не сортирует. На этом все. Пишите в комментариях, как вам экскурсия. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!